вот так что я делаю любой который человек посмотрит он сразу скажет гвозди выпрямляет мы не гвозди старые вытаскиваем снова управляем и забиваем у нас нет ничего ну и как иначе про гвозди тоже написано вот я сегодня выписал посмотрел и 50 12 глава 11 стих слова мудрых как вбитые гвозди вбитый ну как может этот гвозь вбить вот этот гвозь вот он лежит ну кто его забьет его надо сначала выправить мудро знает как оттащить топор написано ну и батюшка отдал он стройку у себя вел гвозди выдирали и слову сказать вот на работе работает где все что-то тащит но как узнать ну что домой люди приносят мама ваша что дома домой приносит мама мама иногда колбасу приносит а где она в общем в авоське приносить нет она и подпоясалась колбасой подпоясалась сосиски чтобы через охрану пройти и один мальчик не ничего не может сказать папа приходит и ничего не приносит учительница задумалась это надо познакомиться это один человек на весь класс который не ворует так проще сказать то и она решила спросить тогда но папа когда с работы приносит у него в руках что то есть есть но не всегда а что твердая такая бумага и она трубочкой и она поняла в чертежном отделе работает бумагу тащит домой воруют все воруют когда ключевской написал или карамазов карамзин книги решил подарить там царю то ну царь горит я не могу все просчитать там четыре тома кажется и российская история а что там написано он подумал и говорит воруют кратко в одном слове воруют обворовали людей от разума у нас у тебя знаком был у леська валерий викторович это ученый секретарь профессор алтайского государственного технического университета у меня интересно такой человек и он даже женой прошел игровали вот посмотри вот шуба там китайская вот это вот там цейлон вот это ничего нет нигде нашего нету почему раньше при советской власти даже при самом дурном правителе что-то было свое тяпка там сейчас еще не можем купить грабли и те зарубежные почему мозги отшибли сказали бионика это нельзя вавилова убить надо он собрал там я не знаю сотни сортов пшеницы со всего мира этого человека убили а палач расстрелявший его получает пенсию персональную это все разузнано уже почему потому что все на кривом все на безбожество но и были же и церкви открыты как сейчас уродует души людей те кто имеет доступ к душам я преподавал в разных школах университетах и говорил если будет суд за гибель россии то на первом скамье подсудимых будут сидеть учителя и священники учителя и священники это тоже учителя а как они учат они подбирают ну кадры решают все а они как раз берут в кадры такие которые совершенно негодны главное чтобы рта не раскрывал был подчинен им сказали ложись в постель ложись считайте новые данные которые андрей курай выставил да это ни за одной организации нигде этого нет 70 лет не было церковного суда то есть есть специальный регламент конституции так назовем канонические правила устранили 70 лет но оставили одно жаловаться мирским властям нельзя вот у нас отец павел ермоленко ролики есть его с камня на обе епископ с него тут же за то что он записывал его слова магнитопон был тайна он снял с него ряску снял серебряный крест содрал буквально где-то и не отдал назад и жаловаться нельзя иначе сам снимут то есть более несу разного нигде нет я пошел прокурору края генерал-лейтенант параскут юрий федорович я говорю юрий федорович вот такая сложная ситуация на заводе директор вызвал и побил там или снял там одежду с рабочего то можно и высудить докажу это же несправедливо а в церкви это сплошь и рядом нет церковного суда а то сейчас они начинают играть что-то придумать 70 лет не было они канонические правила спрятали каноны и игнатий против канонического православия это говорит человек на котором ряса да я столько канонами занимался и когда община образовывала чтобы ни одного правила не нарушать я могу спросить осипов сколько всего правил он не знаю он не может ответить хотя я его и не спрашивал я знаю по и жизнему 989 с юстиняновыми декретариями а сколько ныне действующих мы были временное там и к епископу кордувию вот такой статья он умер его нигде нету это снято 719 и 413 правил канонических это апостольские правила всем вселенских 9 поместных там кажется 17 святых отцов это нарушается 413 правил и умышленно целенаправленно ежедневно не на дорогах мира нигде этого нету только в церкви только в патриархате московском я потратил три года над канонами и у нас ни одного правила не нарушается ни одного специально священники архимандриты подыскивались ничего не нашли одно только а вот написано с евреями не есть вместе в корчме да я не захожу в корчму зачем я буду туда ходить у меня с собой всегда на и еду на день беру на 2 а написано с евреями мыться в бане нельзя то есть ненависть к евреям да и не моюсь в баню зачем я вообще в баню не хожу да вы что еще давай искать где а вот если ты где-то и тебе надо на двор сходить надо лопатку испражнения закопать и я говорю зачем закапывать пускай сохнет лепешки печь можно будет на них смеюсь над ними да была у нас лопатка я сфотографировал саперная лопатка штыковая завернутая в материю и мы приезжая на новое место всегда выкапаем туалет потом закрываем пластом земли никто не найдет они ничего не нашли ничего и они подбирают в семинарии таких людей которые совершенно бы не знали правила вот наши братья пошли сдают ну уральская так сказать катеринбургская епархия одна из самых нечестивых может быть и что они братьев узнали а вы как относите к защите отечества они стали говорить у сергий радовецкий благословил димитрия донского до слябитом пересвета но может быть и благословил но писание говорит любите врагов ваших то все кандидатура отвергнута то есть все все на кривых гвоздях слова мудрых как битой гвозди а почему я начал об этом говорить потому что все время выправляю гвозди когда я работал на стройке ну а там же опалубка и везде гвозди а когда работаешь в карманах гвозди я иду домой в карман а у меня гвоздя два лежит я их в сугроб забросил домой ни одного гвоздя не принес ни одного за 35 лет работы ни одного а в обед хожу и выдерги выдираю из опалубки везде надо мной рабочие смеются это можно брать так что ты смеешься это ничего это выброшен я их дома выправлю и дальше построю что надо кто него что ставит мало и мало по малу обеднеет и описание считал есть такая книга называется святая библия и вот на днях батюшка отдал гвозди сколько их было в одной вот сколько их тут все это вещерами я и говорю никита ты вот что сделай выправи эти гвозди это не так и много кого тут выправить я их там часа за два перемолочу вот возьми удобно выправлять когда пенек есть вот так вот торцом стоит иначе в дерево это засохший клен его по горбушку бить только вот так вот умеешь конечно умею вчера спрашиваю вот эти вот гвозди лежат все в ведре ты выправил их выправил говорят дайте никите уголок ну почему не дать то я ему дал маленький уголок то есть ареал действия прихожу вчера на стройку беру 1 2 3 все гвозди вот такие вот вот они лежат вот да как же так никита ты же выправлял их так никита я с тобой сейчас буду говорить скажи я рассказываю правильно или неправильно правильно чтобы не было поза глаза я не ожидал такого что гвозди здоровый дядька 26 лет и не выправит а там-то не удобно никуда положить ну можешь не можешь на воздух опирай но надо делать я ему вчера и говорю сейчас вывалил то надо вывалить их и теперь отбирать где вот сколько вы вывали на сегодня вечером не трожьте только отбери хорошие суда и когда ты его признаешь хорошим покажи володе чтобы он гнут и от не гнутого то разницу то сделал ну вот я сейчас покажу прямой гвозди выправлю вот он его видать все таки какой он и вот оказалось гнутых примерно в 10 12 раз больше чем прямых для никита не все прямые я вас прошу никита ну как же так то я тебе доверил поверил а я так вот вот так вот сверху убрал ну и а потом брата бросал вы понимаете что это такое это какой уровень ну тебе даже сказать вот ведро яблоки они давно стояли помидоры перебери их где гнилые в одну сторону не гнилые на засолку пойдут и он бы так взял гнилой вырезал обратно бросил а дальше то рука не лезет никита ты так объяснял так 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 только не раздражайся я вижу что тебе подходит дух нечистый вот это твоя работа слова мудрых какие они мудрые и тебя видя как я с тобой занимаюсь дудин сергей который называется священником незаконно до 30 лет рукоположенно я узнал он должен быть извержен и он теперь трепется там вперед неудержимо у него ничего нету я не могу зайти на его сайт на его форум где-то и он увидел здесь ему главное выдрать тебя снова погрузить тебя в эту бездну безумия вот я показывал сейчас себе пришел вижу это попутно сказать вот это кружок здесь поднимают все женщины как правило я немножко только положу эти гвозь и понятно и крышку опрокидывает здесь над этим ну когда заглянуть надо в кастрюлю где гвоздь ну вот это порошенко вот он лежит это везде так а как надо поднял крышку отнес на расстоянии хотя бы крышки и тут переверни да теперь этой стороной мокрой не ложи как ты кладешь никита с тобой говорю вот так теперь дальше там переверни тут мудрое никакой не надо но гвозди то кривые а слова мудрых ты себя к мудрым можешь отнести после этих гвоздей но может ли отнести себя к мудрым тот кто тебя сразу же в священники ставит то есть это страшный разрушитель от сатаны остатки добивает людей люди приходят до вас попыток какие идиоты одних дураков наставили простым ответом обращаются ничего нет у нас тут был один священник желтухин александр я не знаю у него своих там ребятишек шесть на арабелла да еще приемный где-то ничего делать не хочет ему подарили здесь дали ну как подарили дали тёлку она отелится будет корова ты будешь молоко есть две тёлки овечек дали ну а когда маленько оперишься тогда это отдашь хозяину я купил корову я лично дал одному человеку он ее держит ну дал я на двухлетка это самое в силе корова теперь он уезжает такую же корову подать новоселу то есть видите какой метод он ни слова не говоря заколол обоих тёлок зарезал и порезала вещь вся деревня задрожала до тёлка это будущее это репродуктивный возраст и и вырезал теперь все картошку где спахали ему все он ничего не хочет делать почему он поп он не будет работать и вот выбирать представьте 7 ребятишек свиней там или еще он там держит и в это время картошка поспела убирать маленько убрали я пошел поле брошено уже дожди а почему вы не убрали а у нас уже хватит то есть на сегодняшний день а где мы были нам всегда убирали девка на выданье ребята здоровые все растут не на работе паразитами кто их делать такими попы вот у нас одна работала демидова анна старушка такая она за детьми ухаживала вайтович отца николая благочинного 7 лет работала ни разу не видела чтобы он перекрестился садился за стол это чего то стоит ни разу и когда она сказала об этом вслух матушка матушка хорошая рядна ее через забор все вещи повыкидывали ли отсюда вот ваша доброта коснулась тогда я все не прочитала крестьяна со слова мудрых церкви выискивать не мудрых а дурных чтобы они изнутри разлагали все а такой который вам сразу пузо наростить себе как бубен его никуда не сдвинешь тогда да руку кинул вот так вот на целуй все на этом как вы отвечать будете за это батюшки ведь гибель россии это по вашей вине вы царя подвели как говорится под монастырь расстреляли его там ипатийском доме со всем семейством вы ничего не хотите делать я посмотрел матфея 23 32 но господь так никого не обзывал считайте он говорит порождение ехидина кто внушил вам бежать от будущего гнева гиена убежите как ехидны и как вы убежите от осуждения в гиену как никак то есть они приговорены почему я на того стоит большая часть священников погибает такая тусклая жизнь меняют машины в пьяном виде гонит где-то задавил людей и тут же его оправдывает из дела исчезает дела люди это смотрят видят какой рейтинг вы презрение все за малым исключением за малым но эти малы они гонимые вами куда только не бросает как отца геннадия фаста в абакане а вы его ногтя не стоите сколько душ через него пришло из тектантов и других вот только судят дальше вторая книга сарс 16 глав 12 стих там один был семей сын геры поносил давидов как меня дудин там другие ну а почему ему не запретить мне говорят щелкни только не запускай его на свои ресурсы то и он не будет выступать не буду этого делать пока я это иногда делаю очень очень редко когда когда человек хулит христа в открытую хулит я не вижу что мог христа хулил он только христианина судит он судит по тем меркам которые есть у меня написано во свете библии его во свете библии мне дайте претензии до открытым оком чтобы смотрели слепцы почему так говорите потому что не я сказал максим горький он стихи писал он готовы на земле проживете как черви слепые живут ни сказок про вас не расскажут ни песен про вас не споют жирными пальцами как мандельштам писал иосиф био это сказать о иосифе сталине вот так и вы и жирные пальцы как черви вы не знаете ни христа ни бога ни евангельской веры ничего не знаете то вас судит сегодня слово божие на каждом шагу евангелие от яна 12 48 о чем говорит я его когда прочитал шестьдесят втором году господь говорит я не сужу вас да как же он же судья не сужу слово которое я дал она будет судить вас последний день я понял все мои знания прочь библия на стол я до десяти часов день проводил за библия это я вижу вы библию совершенно в руках не держите бог будет судить по слову по библии поэтому по библии святой дайте мне обвинение а то вера каноническая игнатия отрицает это вы попиратели 413 правил ежедневно целенаправленно умышленно разрушаете за каждым правилом это сон епископов четвертый вселенский 630 епископов а нет надо как сегодняшняя архиерея сказали за блюдо окаянная вы проклятые бог вас проклинает за одну десятину которые вы не можете научить чтобы люди давали сами ее не даете считайте малахия 2 3 глава проклятием вы прокляты вы все обкрадываете меня с большой буквы меня обкрадывать она принадлежит богу а вы и обкрадали не даете то есть ты заработал 90 бог от я положил 100 а верни теперь свою рукой десятину верни десятиной вы спросите а чем обкрадом десятиной приношением которые вам приносят и десятую часть доходов вам эти рта нельзя раскрыть как черви слепые живут а вас только позор анекдоты второе если поносит человек святую библию если он не поносит я его еще терплю если не поносит церковь даже в его понимании вот я считаю что он перешел все эти грани этот дудин фактически поистине с открытым оком если смотреть но в его понимание делает правильно я его закрою и больше не будет он вылазит и вылазит придет время вот это все он будет просить удалить ко мне одна заходила одарка и она поносила это подло да заткнули ему пасть харю там и прочее против даниила сысоева святого священномученика я оставил проходит год второй и она вдруг приходит по другим именем не одарка уже а киска уберите оттуда я была такая я не права я что делал это другой человек это совсем уберите этот позор что я делала что говорила а я не убираю зачем убирать пускай на этом люди учатся обычно говорят не закрывай меня это наоборот мои материалы убери другой играть не убирай мои материалы вы будете вокруг писать что вы сказали мне вреда от этого никакого нет абсолютно его вторая книга цар 16 12 где семей сын герой шелупа носил давиду уходи уходи кровопивец а веса говорит позволь царя сниму с него голову не надо быть может господь призрит на это поношение и простит мои согрешения пусть поносит это окаянная бесовская дудка пусть может мне что то господь и простит за это поношение я в руки божьи все отдаю он обязательно выйдет где-то и он сам увязнет будет искать своих рабов за стенами города и соломон оттяпает ему голову вот что я говорю о гвоздях пожалуйста никита ты меня слышишь да я спрашиваю тебя ты будешь выправлять или я буду приду вечерами буду сидеть управлять буду будешь у тебя сам вид какой-то сонный сегодня совсем так то ты сонно не до спал наверно спал до спал тебе сейчас задание как поедим только идти к скворечнику и с этой стороны колокрыса я отбросил жертв два столбушка три доски и сетка рабица это положишь на тележку и привезешь выполнишь по силам там большой тюк это рабицы спутан она рабица то мы сняли ее где-то возьмем там при выходе как из гаража выезжать на улицу и и трогать не надо а это володя я вчера посмотрел для речки то проходит надо там где кончается сетка рабица вот у нас идет ограда теперь надо дай мне может вот сюда вот прямо где они идут вдоль по кромке то ваши эти тут внизу поставить столб и натянуть рабицу то есть столкнуть их вниз а второй раз они уже не полезут я так думаю дополнительный придем столб поставим туда прям перпендикулярно вниз с насыпи нет первый раз когда я снимал на видео я потом прошел посмотрел прямо по насыпи в разных местах они вверх поднимались поднимаются маясли это они сами а если их шибить туда можно попробовать я думаю попробовать можно так один столбик закопать принес до замазки нужно на что там во фляге и звездка да и много нет надо эту флягу наполнить обработкой отработкой нам отработки надо очень много он сказал еще даст он сказал еще на поле где он даст в это время должна быть дома запасена у нас отнеси настрой на наши пруды где он даст а ну надо пришли нету тогда пусть покажет и черпать пусть нальет канистры пойти прямо здесь сегодня я пойду говорить с алёшей звонить может быть погода позволяет или нет привести это песок и сразу же заказать щебень большой крупный щебень вот что мы пришли вот этом этом молоток у него два варианта или ты его берешь так или так я не случайно это говорю потому что я видел что ты делаешь поэтому позор который человек делает он сам себе делает вот она где горбушок есть так бывает горб у гвоздя в разных направлениях сначала надо горбы все согнать в одном направлении все два раза стукнули готова понимаешь что это одно удовольствие у меня сидели ребятишки вот здесь вот потом гвоздь ты его посчитал хорошим все что тебе доверяет вначале нужно высыпать и теперь по одному перебирать и какая гарантия стопроцентная вот я их оставляю здесь если к утру завтрак а вот тут не так и много если ты их не выправишь они должны быть выправлены ты знаешь что если я говорю ты не делаешь я мгновенно снимаю рукавишки начинаю делать сам мы дорога ехали там вадим попов крайне упрямый человек а мы ночью в десять отбой был когда на дальний восток ходили а подъем 2 часа ночи мы садимся холодно на улице я говорю выйди пробеги вокруг машины ну сон разгони потому что сидел третьяков теперь он ложится спать ты садишься за руль нам далеко ехать до города щиты молчит вадим я сказал нужно бежать вокруг машины зачем это но я прошу тебя нет я открываю дверки и я сказала беги два раза он не побежал но слово мое вышло из уст оно будет выполнено я побежал вокруг стал перед машиной стал делать гимнастику и тогда сел больше я с ним не говорю со мной он больше никогда не поедет а шофер хороший упрямство довело до полного крушения семьи выпад из общины совершенно но когда обратишься он помогает и он может сделать но упрямство неописуемое человек упрямый подобен не будьте как осел как лошак несмысленный щелестью которых нужно обуздать уздой вы делами тебе сказал один раз ты переспросил не понял да второе наказание это первое фессалоникийцам 2.15 они противятся всем человеком кто это священники всем человеком противятся единственное что они знают с властями любыми путями с властями это сергянство митрополит серьги строгородский сделал эту беду предали всех кто в мученики сидели в тюрьмах это предатели это враги народа подмеч в истории церкви этого не было и от них вот эти выкормыши вырастают новые они без властей шага не могут шагнуть так чтобы на новом месте как мы основать деревню общину мне сейчас один говорит я бы приехал сюда но а где буду работать архиерея меня благословит ну два священника не будут на 30 человек а как соседней деревне но я к нему обращаюсь соседние деревни не имеют еще открытых церквей из потеряевки можешь жить и выезжать туда и начинать работать и когда у тебя будет там община будете строить церковь как батюшка делал а обращать писать говорить не звать у нас звать запрещено а почему потому что люди могут увидеть карикатуру христиан вот почему поэтому я им всем говорю вы можете не просто разочароваться потому что увидите что то чего мы сами себе не видим далее 2 тимофея 3 8 они противятся истине безумие их обнаружится перед всеми людьми это я обращаю в первую очередь к священникам и в первейшую очередь к тем которые на меня нападают вы взамен то ничего не можете дать если пришли на мои ресурсы на мой youtube в youtube канал в контакте но везде где бы ни заходите и гадите гадите пакостите зачем вам это нужно но вы не можете понятно душа ваша продана она проклята за небрежение или имея 48 10 проклят кто делал господне делает небрежно еще делаешь сейчас картошку чистить шьё непонятно божье дело или нет но если человек крестит человека это божье дело божье они ладошкой мокрой полбу обливание то нигде нету но обливание нет обливанцев то обливание это раздеть полностью головы и возлить ведро одно второе третье то есть щана нет погрузить они прокляты и их бог накажет и бог сразу сказал проклят и ты будешь если будешь заступать из-за этого папа проклят то меч господний удержись от крови и риме 48 10 это поповская и как ты отверг слова моё он отверг его то и я отверг тебя от священнодействие оси 4 6 пророки все кричат вопят против священников у меня родная сестра работала в епархии там было очень известный богослов как называют их отец александр пивоваров трагически погибший сгоревший в машине и он моей сестре говорит у нас тут теперь хайло собрание будет ты посмотри там по симфонии счетом освещение как говорится она пришла и на бумажке ему видимо показывает и батюшка а я ничего хорошего не нашла все пророки осуждают священников бог проклинает ваше благословение вы благословляете машине рукой а бог я проклинаю ваше благословение люди лепится бачка благослови а бог проклинаю феофан затворник говорит если священник говорит благословляю а бог говорит не благословляю то что будет утверждено на небесах вы не достойно причащаете на не накладывать эти мифы потому многие больные умирают морги вами священники набиты кладбище это ваши плоды они не понимают что делает он на мне сейчас вот пашет лезет гадит а он не знает что я молюсь о нем он совершенно бессовестный человек я у пока не могу закрыть просто не могу он должен весь вылезти и господь пророк говорит молиться господи не поражай их чтобы видели последующее что были такие люди коммунисты говорят ну у коммунистов надо убрать все памятники ленину стали но хотят ставить я считаю пускай стоят некоторые хотя бы чтобы на примере этого людоеда показать вот что будет когда от бога отступите бог их священников не убивает допускает они раньше времени становятся безусые мальчишки в 17 лет то есть правило попирается все канонического православия сегодняшнее понятия не имеет а меня обвиняет когда все по правилам то есть достоевский говорит если хочешь уязвить человека ужалить его обвиняя его собственными недостатками а человек будет думать это ты же про себя говоришь у меня такие встречаются я не видел что у нас все исполняется они начинают нас упрекать этими недостатками покажи какой канон а вот там это иларион вы то сказали ну ладно иларион там сказал что-то вы на нем пахали пытка вопрошал игры то боли отвечала сама народа сказал вы требуете чтобы сказал сказал что он нас переводит по не переводится наши часы не переводятся и это знает кто в первую очередь митрополит сергий он и указ сразу издал что батюшка приезжал нет этого все и она тот указка будто никогда не было почему ночи разумный и где-то беседовали не я не знаю с кем думаю с патриархом кириллом и сказали пусть остаются как есть и он мне это сказал когда приехал антоним осендищ он мне говорит я беседал с патриархом алексеем вторым то и он меня спросил на какие ваши отношения с игнатием лапкиным я сказал неплохие то есть они желают знают о нас и желает чтобы наши отношения были хорошие у нас отношения хорошие какие хорошие мы говорим правду мы обладаем одним великим даром свободы которого у вас нету вы трусливые боязливые трусливые корыстолюбивые корысти трусость трусость и корысть вы боитесь всего в глаза заглядывайте как епископ скажет это дудин то мне что про епископа говорил я могу это все выставить а его жестокосердие его криках а его ругане но не надо это он не такой другим быть не может из вашей среды его ставят а она что епископ какой я этого не слышал не видел был не такой убрали я написал письмо митрополиту и патриарху патриарху о нашем митрополите так он мне ответ дал митрополит тогда епископ был серьги как высоко высоко оценили мою работу да я не такое то другое вот надо знать что он знал чтобы он был против они сейчас будут стравить и писать везде сергианцы они только на подлогах на кляузах на сексотничестве он не может еще больше делать а можно чтобы он не делал не может демон не может не обольщать это есть печаль сатаны мария кареля там брокера прики приписывает или брэм стокер кажется назвал неправильно вот перевод марии это кропоткины книги не кропоткины о ягод хотел бы не скушать но не получится такой роман есть печали или скорбь сатаны он не может священник по-другому не может он хотел бы но не может потому потому что предал душу дьяволу а гнать и в лапах сатаны оборони бог свободного человека взять не может а смирение не знаете где вы серафим сказал стяжи дух мирен давыд горть я мирен но только заговорю о них войне серафим не говорила это если говорил то ошибся не было вокруг него тысяч фактически ни одного последователя не по сегодняшний день нету почему потому что совершенно противоположным путем шел написано идите по всему миру а не совите к себе весь мир вот что я сказал по серафима есть слова которые надо принять во внимание как главнейшим стяжите стяжание духа святого вот о чем надо а то дух мирен и добавляет всего спасутся тысячи нигде никто не спасается я буду мирно сидел руки сложил не получится вот прочитала несколько мест писания проверьте их вначале чего с кривых гвоздей слова мудрых как вбитые гвозди как иглы игла у меня краткой и гнати лапкин игла с большой буквы а один раз встречается игла слова лапкин лапка один раз библии паук лапками цепляется бывает царских палатах то есть они значительными событиями дохожу до самых высоких людей я уже знаю кто смотрит наш сайт кто приходит от кого бывают отзывы и который сам не может выйти он через других вот сегодня только заказали полный комплект и кто гонимые которые полный комплект книг и чтобы для слова божия нет уз там автограф поставил и пожелания гонимые унищижаемые вот чем больше они будут меня поносить тем благословение будет наш труд англичане говорят если дело твое не терпит сопротивления то оно не устоит если тебя не поносят если тебя все принимают и все говорят хорошо то не можешь спастись это и христовы слова и слова святых горе вам если все люди будут говорить о вас хорошо а все люди не говорят хорошо мы делаем я не 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 захожу на чужой ресурс и там бы зашел и гадить начала как это так и он знает что я одним щелчком его могу навсегда вышибить больше и убрать все его эти не надо пока я помолился и мысль такая не надо не уничтожай боже чтобы люди увидели кто они и и они вербуют тянут к себе вот таких вот которые гвоздя не может выправить которые не знают как молоток держать какой стороной бить я все показываю и из этого товара ты думаешь будет человек будет будет если не сбежит к дудину а у дудина капут ему никита ты меня слышишь так дай резюме к тому что я говорил какой резюме ну согласен не согласен 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 будешь делать на буду делаешь делать садимся за стол бог благословен интересно у монголов был главный который то чурбан его и когда к чп был и никто не подержал 11 чурбан в монголии интересно фамилия чурбан ой 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 за стол господи слава тебе благословенно скусить дары твои святые а святее словом истины молитвы хвала тебе отец сын и святой дух аминь можно не убирать я спросил на чем сидел ты говоришь на фляге а фляга вот как неудобно загвозденных далеко от вот мной сделано скамеечка для тех кто доит я увидел они дают на четверенького стоят так на корточке я каждому сделал такое они стали их бросать коровы раздавили я не стал делать они все исчезли их забрал не цените зачем я буду давать я скажу что брать а ты поешь что на тележке перевезешь туда попытка не пытка так святая вода никита святая вода где я ж тебе каждый день говорю чтобы утром была святая вода утром рано когда мне звонишь сразу наливай воды говорю тебе тебе поручил великое дело почему воды не было все здесь опять я спрашиваю почему опять не ненавидно вчера не позавчера почему запиши себе там записывай что каждый день наливать святой воды вот так я тебе поручение даю который ты обязан проверять делаешь или нет вот святой водой поэтому я никогда не болею это аптека я всем советую когда есть просор и берем просор но бывает просор нету святая вода и люди это энергетика большая положительную я знаю я знаю что святость а вот если бы дудин был здесь и осветил воду вы бы стали для меня не дудин бог я не к дудину пришел бы а к богу а вот он приехал бы сюда вы подошли под благословение подошел поклонился многим очень благословите вот так человек это космос я говорю все ему для того чтобы он исправился там какой-то павел заходит его вразумляет михаил кальмаев другие пока не могу убрать простите прямо просят чтобы я убрал и в личку забрасывает на форуме чтобы я его запечатал пока не могу он вылазит и вылазит при том он сделал известными на ю тубе мой разбор ответов он еще не взял разбор ответов алексея второго старообрядческого митрополита адриана козлова максима юрасова в россии я разбираю разбор в свете библии пусть они увидят кто их учит у всех примерно так на 100 ответов только 5 правильных или четыре с половиной садимся наливайте быстрее